Мы хотим, что, ага, что хотят ребенка водить на секцию спортивную, хочет, папа хочет водить, и не написали, кстати, на какую, но это, наверное, не суть важно, да, и у ребенка какое-то сопротивление, что он, ну, видимо, то ли не понятно, вот, кстати, непонятно сопротивление, то ли они уже повели, то ли, ну, то ли собираются, в общем. В общем, тема, она, наверное, все-таки так звучит, да, вот, ребенок и спортивная секция, есть некое желание у родителей, а ребенок этому желанию как-то вот не, не открывается этому желанию родительскому ходить на какую-то спортивную секцию, значит, что в этом плане можно сделать, да, как ребенка заставить или как приучить, давайте разбираться вместе, как это лучше сделать. Ну, во-первых, с этим вообще есть отдельная история, касательно того, что родители иногда хотят в своих детях реализовать те моменты, которые им не удалось реализовать в своей жизни, такое бывает. Помню, даже была в интернете ходила одна фотосессия интересная, касательно того, что как дети при воспитании своих детей делают некие такие грубые ошибки, вот, и как это выглядит. Там, например, была такая фотография, когда сидит такая мама, она такая достаточно полная женщина, вот она сидит в таком кресле, и в этом кресле, рядом с этим креслом, там, на цепочке, такой, как скандалами, привязана худенькая девочка-балерина. И вот мама что-то такое поедает, такое что-то калорийное, неполезное, а девочка-балеринка на тонких ножках стоит рядом, и, в общем-то, ей этого всего есть нельзя. То есть мама сделала все для того, чтобы реализовать какой-то некий свой проект, вот, и если бы она этого не делала, ну, кандалы, наверное, еще символизируют, конечно же, жесткий подход, авторитарный стиль воспитания, да. То вот дочка реализует это, все, мамин проект. Ну, и, конечно, до какого-то момента она реализует, когда она будет старше, подрастет, все уже, наверное, додумывают, что она сорвется куда-нибудь подальше от этой мамы, маму, наконец-то, пошлет, вот, потому что именно такая ситуация, то есть, что показано, что мама реализует тоже свой проект, и дочке этого не хочется. То есть вот такой вот там уклон был. Вот, поэтому также здесь, папа и спортивная, ну, во-первых, если хочет папа и ребенка в спортивную секцию отдать, на мой взгляд, это немножко проще, в том плане, что, если это мальчик, так это вообще проще, потому что папа может, конечно же, ребенка вовлекать своим примером. Масса, я знаю, что есть очень много таких, скажем так, ну, тренировок, где можно прийти и с тренером поговорить, и сказать, что, слушайте, ну, такая вот ситуация, хочу ребенка вовлечь, вот, а он, ну, он протестует, а мне вот хочется показать, например, красоту, ну, какого-то вида единоборств, да, или какой-то игры, да, вот, например, там, футбол, баскетбол, там, и, да, или, я не знаю, там, единоборство, ну, тэквондо, карате, да, вот, и придет, если папа такой к тренеру и скажет, что, слушайте, ну, вот, хочу сделать так, а ребенок упирается, что вы посоветуете? У меня есть, вот, например, такой план, вот, с моей стороны, да, то есть, он не хочет идти, но если я скажу ему ребенку, что мы пойдем туда с тобой, да, вместе, и папа тоже переоденется и тоже как-то будет участвовать, играясь, в общем-то, тренер тоже взрослый мужчина, который с детьми, да, папа, грубо говоря, станет, там, помощником тренера, и в какой-то момент папа начнет потихонечку отходить-отходить, больше сеять на лавочке наблюдать, а потом, может, даже скажет, слушай, сын, я сегодня кимоно не одену, вот, я что-то сегодня устал, может, давай ты сам, а потом спросит, ну, и как, ну, и как ты сам, да, и так далее, вот это вот будет очень, может быть, очень тоже интересный такой опыт, потому как, ну, на мой взгляд, это сделать несложно, если, конечно, папе так вот сильно хочется ребенка вовлечь, и у него есть, да, идея, и, в принципе, он понимает, что, ну, мальчику, то есть, почему я вижу здесь, ну, не вижу здесь какой-то, знаете, такого, ну, какого-то такого противоречия, потому что вообще для каждого взрослого любого человека спорт, он должен в каком-то виде всегда идти по жизни рядом, потому что спорт это движение, двигаемся мы мало, и вот только уже на этой идее, я считаю, что это не, как сказать, не антипедагогично втягивать ребенка в спортивную секцию, потому что папе так хочется, это может звучит так, если не разбираться, как-то так вот, знаете, а ты спросил у него, чего ему на самом деле хочется, что ты его втягиваешь, это может на первый взгляд вот такая реакция быть у людей, или у мамы может такая реакция быть, на первый взгляд, но если копнуть, вот я сейчас, надеюсь, копнул, да, и вот, возможно, стало кому-то больше понятно, то это, в общем-то, очень даже здорово, тем более не обязательно же, если он будет заниматься каким-то спортом, не обязательно это профессиональный спорт, у нас сейчас есть очень много примеров, когда люди занимаются спортом прям всю свою жизнь, и до профессионального вообще никогда не доходят, это просто как постоянная, ну скажем так, физкультура, вот, поэтому, поэтому я так и вам рекомендую, что вовлекать ребенка в спорт, если есть идея у папы, да, вот, я на самом деле когда-то своего ребенка также вовлекал, мне понравилось очень Капуэйра, потому что я в свое время посмотрел фильм, известный, с Марком Дакаскасом, где главный герой был парнем, который приехал после армии в свой неблагополучный район, и владея искусством Капуэйра, он там решил в результате очень здорово все вопросы с местными ребятами, бандами, и он был настоящий герой, мне жутко понравился этот стиль Капуэйра, и я своему сыну в свое время предложил, говорю, вот, а ты не хотел бы вот попробовать, давай поедем, я вот узнал там тренировка, если тебе понравится, можем остаться, и вот так вот аккуратно, мягко, ну я, мне не пришлось там переодеваться и на тренировке быть с ним, но я его вот так вот мягко вовлек, в результате это вовлечение было длиной 4 года, он получил 4 пояса, и потом он прервал обучение, только лишь потому, что из-за карантинных вот этих вот проблем секция переехала на другой край города, но в принципе 4 года это было, скажем так, добровольно, он не хотел бросать, ему очень понравилась личность тренера, он с удовольствием туда ходил и с радостью занимался Капуэйрой, и мероприятия у них были замечательные, вот они там называются батизада, когда приезжают капуэристы из других городов, и иностранцы приезжают, показывают свою Капуэйру, это было просто супер, но я думаю, что если не брать боевые характеристики этого стиля, потому что у нас была как раз секция, где боевые характеристики были как-то, ну не так применяясь, то есть у нас спаррингов не было, а была просто физическая очень крутая подготовка, где ребенок там и на шпагат научился садиться и владеть своим телом, и колесо крутить, и дальше он не пошел, но пошел бы дальше, научился бы и фляг, и сальто делать, вот. Поэтому вот такие вот, вот так обстоит дело, на мой взгляд, со спортивной секцией, вовлекать нужно, мы же все с вами, вот родители, педагоги, мы же все с вами все равно прибегаем к манипуляции. Другой вопрос, что мы это делаем, мы используем, ну скажем так, позитивную манипуляцию, потому как мы хотим добра, и мы понимаем, что некоторые вещи человек не готов воспринять, ребенок еще ему рано, он не понимает, и поэтому нам, а мы уже пользу с вами видим, да, и мы с вами можем его завлечь, вот. Точно так же у меня было с ребенком и с музыкой, мы его именно завлекли, мы нашли харизматичную такую девушку, которая консерваторию закончила по классу скрипки, она умела играть на нескольких музыкальных инструментах, и она, ее музыкальные уроки, это были совсем не школа музыкальная, это было всегда интересно, это было всегда вау, то есть тоже в каком-то смысле это, ну, манипуляция, да, то есть можно привезти ребенка в музыкальную школу и сказать, вот, пожалуйста, ходи, работай, да, и там могут быть достаточно обычные учителя, которые работают на зарплате, и они не заинтересованы вовлекать, потому что их зарплата, она же не зависит от того, сколько там у них, ну, условно не зависит, может и зависит чуть-чуть, ну, так, да, так напрямую, как это, например, в частных, а тут человек заинтересован, ему интересно, и он вот эту всю свою харизму, весь свой этот игровой подход, все свои интересные придумки, весь свой багаж вот этого творческого подхода к интересному, увлекательному обучению, он его реализует, и ты под это подставляешь своего ребенка, ребенок в восторге, он обучается музыке, про пользу музыки, по-моему, в наше время говорить просто бесполезно, потому что мы же современники с вами Михаила Казиника, который о музыке и о пользе ее сказал столько, что просто уже, я не знаю, кто сказал больше, вот, у него есть там и цикл радиопередачи, и его фильмы отдельные, поэтому все понимают, что музыка это здорово, да, но ребенок не хочет, ему не нравится, поэтому, конечно, есть способы, так сказать, как можно ребенком, ну, немножко такую использовать позитивную манипуляцию, да, подсунуть такого классного, харизматичного педагога, и в результате ваш ребенок будет заниматься музыкой, хотя так, как это делают, например, там, в музыкальных школах, вы достаточно обычных, достаточно обычные учителя, это не обязательно это зайдет, вот, я в детстве музыкальную школу не так любил, скажем, как мой ребенок эти занятия музыки, я туда бежал, а я в музыкальную бежал только совсем чуть-чуть, совсем мало, потом хотелось бросить, вот, поэтому я вас настраиваю на то, что такая позитивная манипуляция, во благо, если она правильно организована, то, конечно, она имеет место быть, почти всегда у нас она есть, мы сплошь и рядом, вот, в моей педагогической практике в том числе.